Ребята, вы не представляете, что мне стоит снять это видео, так как у нас здесь немного ветрено и мой телефон, который я сейчас снимаю, падал уже несколько раз, то я стараюсь продолжать это все быстрее и быстрее, к тому же батарея очень перегревается и просто выключается сам телефон, потому что, повторюсь, на улице почти 40 градусов, и это 10 дней. И мы переходим к покупкам для дома. Для меня покупки для дома, для уюта, для создания интерьера, каких-то акцентов в интерьере, для меня это намного приятнее, чем даже покупки одежды или что-то для парфюрсов, в примере, косметики для себя или для своих близких. Поэтому я стараюсь, я такой, у меня знак зодиака, так я скорпион, и я не совсем люблю постоянство. Это не влияет на постоянство, наверное, в тех вещах, которые мне дороги, а это, наверное, влияет на те вещи, которые повседневно окружают меня, это может быть мебель, это может быть какие-то аксессуары, и я стараюсь как можно чаще приносить изменения. Либо в то, как расположена дома мебель, либо в какие-то незначительные аксессуары, это может быть даже ученые на подушки, то есть, да, такие налочки красивые вышитые на декоративные подушки, которые раскиданы везде по диванам, по креслам, вот, и принося тем самым какой-то новизну в интерьере, создается, вы можете создавать ваше настроение, да, то есть, это очень на меня влияет, это на мое настроение, то, что окружает меня, то, что видят мои глаза. Вот, поэтому, кстати, вот там мебель, да, на которой я сижу, и еще у меня есть два кресла плетеных, на которых стоит штатив и камера, и снимает меня это в новиночке, вот этот столик красивый, и вот эта вот искусственная трава, которая позади меня, и вот здесь впереди, это все относится к новинкам. Также мы купили две, две пары штор на два окна в нашу комнату и в Машулькину, и то, как мы выбирали эти шторы, и как мы, что мы в итоге выбрали, сколько они стоят, и я расскажу, или, может быть, вы уже видели в одном из моих видео, я еще точно не решила, когда выложу это видео, но видео уже снято, вот, поэтому вы можете увидеть, как эти шторы смотрятся на наших окнах, вот, мне очень понравился этот эксперимент, я второй раз в жизни выбирала шторы, и, мне кажется, удачно получилось, вот, ну, а теперь расскажу еще, что у нас есть появилось в интерьере, вот такие вот подсвечники, которые, как я уже показывала в предыдущем видео, о подготовке для рождения Маши, вот такие два подсвечника, сюда появляются ставятся маленькие свечки, которых у нас пока нету, но я, чтобы не поставал один из подсвечников, я его использую для сладостей, вот. Также здесь, вот, специально ко дню, к Рамадану, выпускает фирма Клинекс, например, выпускает вот такие вот салфеточки, которые мы тоже покупаем, они у нас стоят в каждом доме, в каждой комнате, и на кухне, и, так сказать, в зоне, где мы отдыхаем, где мы смотрим телевизор, вот, стоят вот такие вот красочные коробочки, они разных цветов чаще всего, и тоже создают какой-то, придают, так сказать, какую-то изюминку в интерьере. А также в восточном стиле, тоже специально к Рамадану, вот в Икеа, мы купили вот такие вот поднос, вот такой поднос, вот, на который благополучно может вместиться вот такая вот салфетка, вот эти вот свечники, бокалы, чай, вот, и вчера мы, вчера у нас здесь был вечерний чай всей семьей, мы зажгли свечку, которую также купили в Икеа, и которая с потрясающим клубничным ароматом. Я отношусь к двум ароматам не совсем, так сказать, так, с удовольствием, это ароматы розы и ароматы клубники. Не совсем я очень люблю их где-то в мылах, в каких-то декоративных средствах, я имею в виду декоративные косметики, в средствах по уходу за кожей лица, в средствах для волос. Я стараюсь избегать этих запахов, клубнику и розу. Здесь, в Икеа, мы уже практически были на выходе для того, чтобы рассчитаться за купленный товар, и я случайно увидела ряды с такими вот свечками, и просто взяла машинально обрубку в свечку, когда я понюхала, я поняла, что это что-то. Это как будто вот тот самый сорвет малиновый, который я добавляла в себе в напиток. Такое ощущение, что вот это то же самое, только клубничное, и сделали из нее свечку. Это потрясающий запах. Это просто... Вчера мы, когда сели пили чай, и горела свечка здесь на балконе, на столике, создавалось впечатление, что мы сидим где-то в саду клубники, вот посредине этого сада. Потрясающая вещь. И я, наверное, думаю, что мы еще парочку купим, потому что редко, когда мне нравится запах свечек. Так, плавно переходим к аксессуарам. Из аксессуаров было куплено вчера на распродаже вот такое вот колье. Оно еще новое. Куплено вчера, значит. Я мерила его с белой блузкой. И, знаете, когда вы одеты в блузку с таким вырезом, лифтопик, и это белые вещи, либо с джинсами, это колье смотрится просто потрясающе. Оно столько вас украшает. И оно высоко подчеркивает еще голубизну глаз. Супер вещь. Также к этой вещи были сережки и браслет. Но я не совсем люблю насыщать одними и тем же вещами себя. То есть я очень редко ношу какие-то коллекции вместе с этой. То есть я предпочитаю, что это может быть близкая по цветовой гамме, но совершенно другая структура, другой рисунок. И поэтому я не стала брать те браслеты и сережки, а купила вот такой вот протрясающий браслет, который также можно надеть как на праздник, так и на повседневно. Вот такими цветами красивыми. И цветами не только в плане цветы, а в плане цветовая гамма. Какая красивая, подобранная, нежная. Вот такой браслет. Это то, что мы купили вчера из бижутерии Мами. Также Маша вчера выбрала таких. Я, может быть, даже бы не обратила никогда вот такие аксессуары внимания. Но вот она обратила внимание. И здесь, посмотрите, сережки в виде бананов и пугайчиков. Также вот с кисточками яркими, голубыми. И вот остальные два ряда, это гвоздики разноцветные, разной формы. Вот, может быть, буду иногда брать у нее и носить. Вот, красивая вещь. Итак, я рассказала все об одежде, об обуви, покупках для дома, об аксессуарах. И плавно переходим к уходу за волосами, уходу за кожей лица, уходу за телом и косметика. Поэтому продолжайте смотреть. Вот здесь вот приготовлена целая коробка новинок. Ну, начну сразу с уходом за волосами. Я очень долго искала, выбирала шампуни, когда переехала в Дубай. Потому что все шампуни, которые я покупала здесь, они не то, что мне не подходили. Они превращали мои волосы в что-то неподобное волосам. Волосы у меня выпадали, выпадали очень, причем активно. И кожа головы становилась сухой, можно сказать, пересушанная. И я не знала, как от этого избавиться. Перепробовала множество шампуней. И в итоге мой муж, мой муж, как-то обратил мое внимание на вот эту вот фирму Трисема. Вот, Кератин Смуз. И я попробовала этот шампунь, вот кондиционер у меня в руках. И мне это очень понравилось. Моим волосам это очень понравилось, а это самое главное. И я вам скажу так, здесь хоть и написано Кератин Смуз, но этот шампунь не утяжеляет волосы, как обычные кератиновые шампуни. Не, совсем не утяжеляет, а наоборот, он делает их такими шелковистыми, гладкими и блестящими. Так что, must have. И вот к этим шампуням и кондиционеру я купила спрей с органовым маслом. Спрей, который придает такую свежесть и блеск волосам, которые просто не писать словами. Вот, так. Следующим средством для ухода уже за телом является вот такой вот гель для душа ФА. Да, по идее, простой гель для душа, обычный, бюджетный. Но то, что ФА сделали в этот раз гели на основе масел, это что-то потрясающее. Моим любимым маслом является миндальное масло от фирмы Лакетан. Вот, и я долго не могла найти ему замену, при этом мне так маленько приелся уже запах миндаля. И тут случайно я просто увидела у одних блогеров поездки на Тенерифе, именно организованную от фирмы ФА. И вы знаете, я просто, ну, не сказать, что прям специально побежала в магазин, но при первой же возможности, когда мы были в супермаркете, я увидела на прилавках вот такие вот гели для душа с маслами. И я поняла, что я нашла замену маслу для душа Лакетан. Это вот такие вот гели. Я взяла пинг жасмин, розовый жасмин. Потрясающий запах. Очень нежный. Ой, это запах таких цветов нежных. После вот этого масла для душа вам не надо пользоваться чем-то еще после душа. Это масло для душа делает вашу кожу бархатной, нежной, увлажненной и при этом такими запахами пылающими. Вот, поэтому, если вы еще не пробовали такие вот масла для душа от ФА, попробуйте обязательно. Также еще забыла показать масло Макадамии для волос. Вот такие вот маленькие бутылочки. Я здесь покупаю их в Кэрфур. Вот, я вообще-то думала, что мне это маслом успать не 2-3 раза, но я вот уже 2 раза использовала полностью на судьбу волос. А волосы у меня очень густые. Вот, здесь сантиметр на рассе его ушел. Вот, я пользуюсь, вообще стараюсь пользоваться только на кончике. И так немножечко по голове распределяю, для того, чтобы придать блеск и шелковистость волосам. Очень вкусная, очень хорошо действует. Вот, не волосы не липкие, не жирные. Поэтому, если вы живете в Дубае, советую. Начну. Это маска, которую вы видели на мне в предыдущем видео. Или, может быть, в видео назад. Видео подготовки к днерождению Маши, когда я использовала вот эту черную, такую перламутровую маску. Потрясающее качество. Внутри здесь идет шипатель. Идет вот такая емкость. И он посидет для приготовления маски. И здесь идет вот такая вот гелевая черная масса. С таким насыщенным перламутровым эффектом. И вот такая вот, написано, коллаген паудр. Активатор активная коллагеновая пудра. Все это смешивать и приготовить. И вот это вот очень удобно шипателем этим носить на лицо. Масочка с отличным эффектом. Я ее купила в Кэтфуле здесь. В отделе на стендах с такими дорогими масками. Потому что стоит она больше 100, по-моему, на 20 дирхам. Вот. Ну, я думаю, на 2-3 раза ее хватает в использовании. Очень мне понравился ее эффект. Кожа подтянутая, переливается. Советую, если вы увидите. Это масочка производства Корея. Вот. И те, кто доверяет корейской косметике, я думаю, что должны попробовать эту маску. Может быть, уже пробовали. Очень качественный продукт. Следующий продукт для лица. Это продукт фирмы Глэм Глоу. Я могу пить оды фирмы Глэм Глоу. Голливудской фирме, которая, собственно говоря, сделала свои продукты такими потрясающими, что, когда ты их покупаешь один раз, тебе хочется купить потом еще один раз. И ты понимаешь, что я готов купить и еще другой продукт. Ну вот, у меня была, наверное, уже масочка, длиняная маска с водорослями, с морскими водорослями, которая оказывала потрясающий подтягивающий эффект, очищающий эффект. И я захотела, когда мы закончили маску, и когда появилась фирма Глэм Глоу, стала производить множество новинок, выпускать, я захотела попробовать несколько из них. И это стало таким вот средством для умывания. Power Clean с Глэм Глоу. Это средство двухфазное. Значит, с потрясающим действием ваша кожа. Это не скрабирующий эффект. Это средство для умывания, которое придает энергию вашей коже, питает ее. И запах у продукции Глэм Глоу, у всей продукции Глэм Глоу, просто потрясающий. И действительно, продукция Глэм Глоу делает из обычного человека-селебрити. То есть вы можете стать звездой уже после использования одного средства. Вот. Значит, средство для умывания. Очень, кстати, экономное средство. Посмотрите, я им пользуюсь уже второй месяц, и у меня, наверное, только 1 четвертая использована максимум. Вот. И такое же средство я купила также для насыщения и придания энергии вашей коже. Я купила масочку. Но масочку я купила не в большом таком объеме, а маленький объем, буквально сколько здесь миллилитров, я не помню, может быть, 15, да? 15 миллиграмм. Вот. Она у меня уже закончилась. Масочка была с скрабирующим эффектом. Такая у меня запах потрясающий, которая превращается в такую, как будто подсыхающую блину в дальнейшем на коже, и которая придает вашей коже также сияние и здоровый вид. Вот. Так как она у меня закончилась, и я хочу купить большой объем для того, чтобы продолжать использовать вместе с умывающим средством. И также из продукции Клэм Глум. Я купила тоже небольшой объем. Вот такую масочку еще одну. Она у меня, кстати, еще есть. Вот. Я еще даже половина не использовала. Вот такой цвет. Эта масочка увлажняющая. Запах. Запах потрясающий. Это что? Это какая-то ваниль с чем-то там, с каким-то, может быть, какао. Очень вкусно пахнет. Почему я сейчас пользуюсь ей редко? Потому что, в принципе, сейчас у меня кожа достаточно увлажненная. Можно сказать, она жирная стала. Из дождя, лета, солнце. Вот. Поэтому у меня нет дополнительных средств для увлажнения. Но на зимний период и на осень я думаю, это очень даже маска. Следующее средство для кожи это средства клиник. Масочка клиник, которая делает вашу кожу в прямом смысле блестящей. Вот. Так как, значит, включает в себя очень мелкие, мельчайшие скрабирующие вещества. Настолько мелкие вот эти гранулы, что вам даже не надо сильно прикасаться к вашей коже. Вы достаточно в несколько плавных движениях и кожа, верхний слой кожи уже будет очищен замечательно. Плюс, вы когда оставляете масочку на 15-20 минут, она подсыхает и становится практически невидимая с вашим цветом кожи. Потом, когда вы ее смываете, вы замечаете эффект сияния на вашей коже. И это не просто там здоровое сияние. Это все из-за того, что в структуре, в составе этой масочки находится шиммер. То есть, мелкие-мелкие блесточки. Но они настолько мелкие, что вот сейчас вы на руке, когда у меня масочка нанесена, их даже не видно. Но после того, как вы смываете их водой, вы увидите, что ваша кожа вся переливается. Очень красиво. Это не какой-то там вульгарный блеск или что там излишне какой-то слой очередной косметики на коже. Нет. Это настолько вот деликатный блеск на коже, что вам не надо пользоваться дополнительными средствами после такой масочки. И последние два средства по уходу за кожу, вернее, последние. Это средства из люксовой линейки фирма Dior. Это новиночки у них. Мицеллярная вода и масочка. Вначале я расскажу, какую воду я хотела бы купить, как я искала и что бы я хотела купить. У меня было очень много мицеллярных вод. У меня были разные средства для снятия макияжа, двухфазные, как масла, как лосьоны, молочко и так далее. И хотелось бы что-то новое. И при том, что хотелось бы, чтобы мицеллярная вода делала все это с себя. То есть снимала и косметику, которая устойчива к воде, а также снимала остатки грязи на коже. И я нашла, я нашла это средство. Это средство было Dior, такая мицеллярная водичка. И также она очень удобна в использовании, потому что у нее есть такая помпа, может быть, она многих знакомых, кто пользуется средством снятия лака вот такими же помпами. Мне это очень удобно, комфортно. Просто спонжик подносите, ватный диск, нажимаете, и при этом у меня надо брать руки в банку постоянно, и она может стоять где-нибудь в одном месте, и вы просто будете наносить спонжиком, ватным диском, мицеллярную водичку. И буквально с одного прикрасновения с кожей вся грязь, косметика снимается просто великолепно, оставляя после себя такую, знаете, нежную вуаль, опять же, после которой кожу уже не надо дополнительно питать чем-то, а я сразу наношу тональную основу без каких-либо дополнительных средств. В компанию к этому мицеллярной водичке я купила себе масочку также серии Гидролайф, масочки таких, такой серии их три, вот одна из них это Порс Вейпинг Клей Маск, долой поры, розовая вот такая вот потрясающая маска, ой, какой же у нее потрясающий вкус, у меня слово потрясающий, наверное, это будет звучать в моем видео чаще всего, только потому, что я очень трепетно всегда отношусь к выбору любой вещи и, конечно же, мне хочется с вами поделиться именно своими впечатлениями о вещах и что мне понравилось, что не понравилось, это то, что мне понравилось и здесь, конечно, можно петь оды косметики Диор, вот, средства какого-то захожей Диор, ну, конкретно вот этим средствам я могу петь оды. Масочка цвета, такого нежного, нежного, персикового цвета с таким же нежным, персиковым запахом. Вот так вот она наносится, вот такого нежного, она не белая, все-таки, она урозоватая. И, когда вы наносите, оно маленько такое, знаете, с маслами, вот, но постепенно подсыхает, при этом, когда подсыхает данная масочка, она не стягивает вашу кожу, как, например, глиняные маски или какие-то очищающие маски. Эта масочка, вот из-за того, что в ней есть какие-то масла, все-таки, она подсыхает, но при этом не трескается на коже. И через 10-15 минут, после того, как вы смываете эту маску, опять же, ваша кожа уже напитанная. Вот она, вот, я не то, что там не замечала поры, не замечала, да, я заметила, что действительно поры сузились, а вернее, они даже как будто слились с цветом лица, потому что кожа лица приобрела такой равномерный цвет, и данная маска, она не требует после себя, опять же, какого-то увлажнения или там дополнительного ухода, потому что она, она одновременно увлажняет, питает вашу кожу и подтягивает. Вот, поэтому, если вы обладаете такой же вот проблемной кожей, как у меня, проблемой в области Т-зоны, именно жирная кожа, расширенные поры, то эта масочка, это спасение. Да, стоимость этой масочки не дешевая, она стоит 255 дирхамм здесь в Дубае, вот, но при этом это деньги, которые не жалко потратить, особенно, если это касается ухода за кожей лица, вот, поэтому, если у вас есть возможность, обязательно купите такую масочку, очень рекомендую. В одном из мест, мне досталась вот такая вот Клэранс косметичка с продуктами дорожной серии, серии я имею в виду travel size, дорожный размер, что здесь у нас есть, значит, у нас здесь средства для рук, для ухода за кожей рук и ногтей, у нас здесь очищающие средства для лица, средства двухфазные для снятия косметики и масочка для глаз, да, все маленькие миниатюрки, я не пробовала еще эти средства, вот, потому что планирую брать с собой куда-нибудь на отдых. Вот, следующее средство, также одним из моих подарочков в сифоре в этом месяце, в мае, был вот такой вот набор от Lancome, здесь вот полноценная тушь Lancome гипноз драма и два средства, маленькие, буквально тоже travel size, это средство двухфазное для снятия макияжа и каял, черный карандаш для глаз, ну, тоже сантиметров, там, 8-6, вот, еще совсем новый набор, не пользовалась, оставила, пока у меня есть, в средствах заменяющих. И также, еще одним подарком было в этом месяце, в мае, парфюмерный, вот такой продукт от Michael Kors, в такой уменьшающей версии, это, наверное, сколько здесь миллилитров, 30-30 миллилитров, вот, Michael Kors Sporty Citrus, вот, что я могу сказать про этот запах, запах не просто там в Sporty Citrus, цитрусовый, да, а запах, наверное, все-таки с элементами Востока, потому что это запах, опять же, здесь, если кто знает, как пахнет его в моллах, вот эти вот специальные, они ставят для того, чтобы насытить воздух какими-то ароматами, восточными ароматами, вот этот аут, вот, что он, такое ощущение, что он здесь присутствует, то есть, это такой терпкий запах, но при этом, то, что добавили сюда цитрус, делает аромат более легким, то есть, уже не такой тяжелый аромат, особенно для летнего времени, но для меня, наверное, этот аромат все-таки casual style, такой стиль спортивный, действительно, раскрепощенный, вот, пользуюсь я им уже, наверное, недели-две, и у меня, вот, сколько всего использовано, но я могу сказать, что это не один из моих любимых ароматов вообще, то есть, это плюс, идет к плюсу к моим ароматам, которым есть коллекция, но сказать, что я купила бы еще такой, еще один, когда у меня закончится, нет, я не куплю, я попробовала, я знаю, мне это пригодно к использованию, но купить еще, нет, я, скорее всего, не куплю такой аромат. И переходим к косметике, косметики, вроде как, и не так уж много, но по деньгам иногда, и так, средства для бровей, у меня три, значит, я долго, всегда выбираю средства для бровей, потому что, многие средства, они идут с рыжинкой, то, что я не люблю. У меня все-таки волос такой более-менее уходящий в пепельный отлив, поэтому я всегда выбираю талповые оттенки, либо оттенки такие серо-коричневые. И я долго выбирала карандаш для бровей, я вообще люблю пользоваться карандашом Бобби Браун, талповый тоже цвет, и когда-нибудь в первом своем видео о моих фаворитах я покажу те фавориты, которые я покупаю снова и снова, когда они заканчиваются. Но в этот раз я решила пробовать что-то новенькое и купила вот такой вот ланком-корандаш в оттенке 0,20 Чантейн, и он, конечно, очень красивый, он ни капельки не рыжий. Я вам сейчас покажу на видео, какой это цвет, очень красивый, такой серо-коричневый, на одной стороне карандаш, очень мягкий, нежный и кисточка в упороженном. Следующее средство для бровей это гель Jimmy Brow от Benefit, у него, конечно же, потрясающая такая маленькая кисточка, которая чешет все ваши волосочки на бровках и придаст не только оттенок, а также их уложит, эти волосочки аккуратненько. Но вот в данном случае я купила первый оттенок номер один и мне, конечно, он светлый для бровей, поэтому я, наверное, кому-то не подарю, а куплю себе второй оттеночек. Это, скорее всего, для людей, которые обладают очень светлыми бровями, очень светлыми. Вот, этот оттеночек очень подойдет. Качество отличное. И еще одно средство для бровей, которое я купила буквально недавно, это средство от Мак. Это тени для бровей. Вот. И здесь потрясающая такая палитра теней. И это как раз тауповые тоже тени, оттенок тауп. Здесь три вида теней, две кисточки. Вот, смотрите. Значит, понятно, что светлый оттенок это под брови, да, самый светлый. Более светлый, такой коричневый, это начало брови, и темный, тоже середина, хвостик. Очень красивые оттенки, такие серовато-коричневые. Вот, поэтому, если вы обладательница холодного оттенка волос, такой, с пепельным отливом, я очень рекомендую вам данный, данный продукт для бровей, для глаз. И средства для глаз у меня представлены в трех продуктах. новиночка. Это каял-карандаш черный от Шанель, автоматический карандаш. Вот, в нем ничего особенного нету, кроме того, что он автоматический. Очень нежный, мягенький карандаш, рисует тоненькие линии, толстенькие линии, да, таким карандашом, естественно, я прокрашиваю слизистую межресничную линию, для того, чтобы не поранить это нежное место. Вот, поэтому, а, да, и, кстати, я забыл сказать, что это водостойный карандаш. средство, это вот такая вот замечательная ручка, ручка от Клоранс. Вот, что я могу сказать? Я могу сказать так, я ставлю 5 из 5 за изобретение, но за качество продуктов внутри этой ручки я, наверное, поставлю 4 с минусом. Почему? Объясню. Значит, вот такой карандаш, который удобно брать с собой на отдых, либо куда-то там выйти из дома, если, да, и нужно будет поправить макияж, у вас здесь есть, значит, три цвета карандаша для глаз и один цвет карандаш для губ, такой нюдовый. Итак, первый карандаш для глаз это вот такой вот синий, очень нежный, очень тоненький, очень мягкий, поворотом ручки карандаша, значит, стержень выглядывает еще больше. Следующий это коричневый, также очень нежный и очень мягкий, насыщенный коричневый, без всякой ржаны. а вот с черным тут небольшая проблема, он вроде как мягкий, но при этом он какой-то полусерый, такой темно-серый, он не совсем черный, вот, поэтому вот именно за счет того, что черный, он не такой черный, как положено, я и поставила на один балл меньше этому продукту, и также средство для губ, это более такая, более нюдовый карандаш, вот, вот с таким вот оттенком, вот так вот выглядят все оттенки, вот, не знаю, видно ли вам, подношу ближе уже, потому что не совсем вижу, куда настроена камера, вот, вот, вот такое замечательное изобретение от Гаранса, и еще одно средство для глаз, это тушь, тушь для ресниц, так как я обладатель не очень длинных ресниц, и я прям, можно сказать, даже страдаю от этого, потому что три моих брата-любимца наделены очень густыми длинными ресничками, вот, темными ресничками, а почему-то сестра, которая родилась в семье, наделена короткими и светлыми ресничками, ну да ладно, нам, девочкам, можно зато все это исправить, и благодаря, вот, например, туши для глаз, у меня это тушь туфейст, что я могу сказать, это тушь, которая делает именно создает ваши ресницы с одного буквально движения, прикосновения, вот, середина такая вот сужается, по краям вот так расширяется, щеточка, потрясающая какая-то гелевая основа, я использую на один раз этого для повседневного макияжа, и если куда-то на вечер, я наношу по два-три слоя на ресницы, и ресницы ваши становятся, они просто, они, они очень объемные, очень черные, насыщенные, и тушь не съезжает, не смазывается, не стекает, не осыпается, потрясающее, так, качество, ну, здесь она называется Better Than Love, лучше, чем любовь, знаю, что оригинальное название вообще Better Than Sex, лучше, чем секс, но думаю, что специально для арабских стран, для арабской страны поменяли название, либо, может быть, ошибаются, то знай, поправьте меня, потрясающая тушь, это тушь, кстати, которую я, если закончится, я куплю еще раз, также у меня есть, это же марки Too Faced, вот такие замечательные румяна, это как брумяна и хайлайтер в одном, вот такая вот потрясающая коробочка, картонная, оформленная в виде сердца, у меня в оттенке Peach Beach, посмотрите, какой замечательный, не знаю, видно ли, переливающийся продукт, это что-то, это что-то, вот так вот смотрится оттенок на коже, он очень красиво блестит, переливается, я не знаю, если его наносить, наносить, он будет еще больше переливаться, действительно, такой нежно-персиковый оттенок, вот, нежно-персиковый, и так как он раздален здесь тремя цветами, и такой самый более темный персиковый находится посредине, то вот этот вот первый цвет я использую как хайлайтер, потому что он придает такую, какую-то перламутровую такую пелену кожи, и очень даже, вообще, замечательное средство, и его можно использовать как, его можно использовать и как тени, да, и может использоваться как румяна, и как хайлайтер, замечательное средство, обязательно попробую в линейке, там, по-моему, еще 4 цвета, я обязательно пробую другие цвета тоже, также у меня марки туфейст, вот такая матовая помада, помада супер потрясающая, почему, потому что, во-первых, я очень люблю легкие помады, эта матовая помада, она на водной основе, то есть наносится она на губы, как будто вы просто проводите, не знаю, каплями воды по губам, и при этом она еще придает цвет, и смотрите, какой потрясающий цвет, у меня в оттенке, у меня в оттенке Queen Bee, Королева Bee, вот, вот такой потрясающий оттенок, проходит буквально 2 минуты, и оттенок становится матовым, как будто бы маленько въедается в верхний слой кожи, и поэтому помада это никуда у вас не денется в течение дня, вы можете кушать, вы можете выпивать, вы можете общаться, потрясающий оттенок, кому нравятся такие оттенки, присмотритесь, и осталось у меня два средства последних для губ, это одна из новиночек, это помада от Dior, в шикарном оформлении, с гравировочкой, выдавленной здесь Dior, и помада называется Lip Tattoo, у меня в оттенке 351 Natural Nude, натуральный нюд, и эта помада создает эффект татуажа на ваших губах, реально татуаж на ваших губах, она более легкой текстуры, очень легкая, очень быстро как бы входит в верхний слой кожи, и потом вы ее ничем туда, оттуда не смоете, если, конечно, интенсивно с мылом или там каким-то средством для водостойкого макияжа, для удаления водостойкого макияжа, начнете смывать, вот такой потрясающий оттенок, вот, если видно, не знаю, как передает камера, потому что камера не повернута сейчас в мою сторону, в плане того, что я не вижу, что я показываю, но надеюсь, вы увидели, какие оттенки, вот, и, да, по-моему, три оттенка у них в коллекции татуаж, вот, и у меня карандаш для губ мак в оттенке Найсен Спайси, такой, знаете, нейтральный, маленько, маленько рожеватый карандаш, который, кстати, подходит тоже к этой бумаге, вот такой вот оттенок, очень нежный, очень мягкий карандаш, карандаши для губ мак, это, конечно, потрясающие карандаши, качественные, мягкие, вот, вот такая у меня получилась рука, ну вот, я вам рассказала, показала все свои покупки, новинки, рассказала что-то о них, рассказала свои впечатления о них, поэтому, если вам что-то понравилось, если захотите приобрести, я постараюсь оставить подробную информацию о продуктах внизу, в инфобоксе, у себя под видео, поверьте, все комментарии, которые вы оставляете, я всегда читаю, изучаю, ваши пожелания записываю в свой план, и у меня все, все видео будут готовиться постепенно, я постепенно все сниму, расскажу вам, постараюсь рассказать достоверную информацию и полную информацию, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, комментируйте, что вы хотите увидеть, какие обзоры, о чем хотите видео еще увидеть, что вам понравилось, что вам не понравилось, вот, также принесу извинения пока за свой звук, потому что, и может быть за качество видео, потому что у меня в планах также купить хорошую камеру и хороший микрофон, в общем, все это оборудование все еще в планах, потому что я еще начинающий блогер, не судите меня строго, спасибо, что вы смотрели меня, Спасибо, что вы интересуетесь, что вам нравится видео. Всем хорошего дня, ночи, утра. Всех люблю, целую, обнимаю, пока.